В музейном выставочном центре прошла очередная пресс-конференция руководства Центральной медико-санитарной части 31. Самый первый и, наверное, самый главный вопрос от представителей средств массовой информации, который остается на повестке дня – кадры. Каков сейчас дефицит врачей в городской больнице, сколько докторов ушло, сколько пришло работать медсанчасть. У нас ушло 24 человека. Из них из лечебного процесса реально выпало семеро врачей. Остальные работали либо на неврачебных позициях, либо пенсионного возраста на 0,5 ставки, либо часто болели и не выходили на работу. К нам уже более 20 врачей, которые включены в рабочий процесс. Из них работают, примерно, на внешнем совместительстве от 3 до 5, если взять тех врачей, которые прилетят завтра уже к нам для проведения операции. Это гинеколог и анестезиолог. Наиболее острое востребованное направление профессии и специальности, которые нам нужны, вы сами знаете, это первичное звено, участковые терапевты и педиатры, и, соответственно, анестезиологи и реаниматологи в круглосуточном звене. Также с учетом открытия новых структурных подразделений в следующем году мы решаем кадровый вопрос с рентген-эндоваскулярными хирургами и с кардиологами. Все вопросы решаемы, мы уже принимаем определенные меры, которые через 4 месяца дадут результат. Следующий вопрос тоже касается кадровой политики. Будет ли работать в городской медсанчасти аллерголог, а также когда появится гастроэнтеролог? По поводу аллерголога мы проанализируем, какая потребность, чтобы мы ввели ставку и нашли врача. Сотрудник должен быть загружен работой. Все здесь у нас на территории не может быть реализовано. Мы можем неудобство, попробуем неудобство удаленности врача, скажем, который находится в Екатеринбурге, компенсировать путем телемедицинских консультаций. Там где-то возможно. У нас, в принципе, эта практика есть. Мы пользуемся по другим профилям. По поводу гастроэнтеролога я передам микрофон Антону Владимировичу, прокомментирует. В следующий момент гастроэнтеролога в поликлинике нет, но мы рассматриваем вариант переучить одного терапевта. У нас изъявило желание на гастроэнтеролога. То есть, когда сейчас все оформится, то переучивание будет нашего терапевта. Также я добавлю, что у нас в стационаре есть специалист, который является в том числе гастроэнтерологом. И при острой необходимости мы подключаем к процессу консультации нашего специалиста. Они отказывают. И мы ту практику, которую анонсировали в прошлый раз, преемственность поликлиник и стационар, взаимозаменяемость, взаимопомощь, мы реализуем пошагово. Врачи стационара уже выходят и далее будут выходить в поликлинику для консультации пациентов. Проблема с врачом-кардиологом и точнее с его отсутствием. В медсанчасти давно. На прошлой пресс-конференции руководство сообщало, что вопрос в процессе решения. А что сейчас? Кардиолог один находится на профпереподготовке. Второй кардиолог, который решал свои семейные проблемы и проблемы с документациями. Мы ждем ее, она пока еще их не решила. С нашей стороны мы все делаем, чтобы ускорить получение всех необходимых документов. Евгений Валенович, прокомментируйте. Наш терапевт ушел на ординатуру по кардиологии. Она ее сейчас проходит в Уральском университете медицинском, закончит в 25-м году. Плюс место одно у нас забронировал уже на следующий год на кардиолога. Все зависит от того, будет ли у нас свободный терапевт, и кого можем направить. Ну и работа по поиску кардиолога ведется и не останавливается. Я добавлю, что рентген-эндовоскулярная хирургия, которая учится в Москве, и те, которые ожидают нашего вызова, готовые специалисты, которые приедут сюда, организуют эту работу, процесс лицензирования, открытое отделение и так далее, приедут со своими специалистами. В том числе там нужны кардиологи. И мы будем выбирать тех, кто умеет, готов и хочет работать. Скажите, пожалуйста, как сейчас у нас в городе организовано оказание экстренной и плановой хирургической помощи детям? Что-то мы делаем или у нас только маршрутизация? Что касается детской хирургической помощи, основное, конечно, это маршрутизация. В городе Екатеринбург, в девятую больницу. Даже если аппендицит, грубо говоря, простой, да, то все равно мы везем любой возраст до 18. Ну, смотрите, во-первых, все решается индивидуально. То есть от тяжести состояния пациента, от клиники и самого желания пациента где оперироваться. То есть бывают такие моменты, когда пациенты приезжают в приемное отделение, они свой диагноз не знают. И мы им объясняем, что в настоящий момент подозрение на, к примеру, то же самое аппендицит. И варианта два. Либо мы в экстренном порядке берем и оперируем в условиях нашего стационара, либо объясняем, что есть ли варианты поехать в девятую городскую больницу. Дальше они выбирают сами. Если мы оперируем в условиях нашего стационара, это операция малым доступом? Я про аппендицит. Есть телепароскопические методики удаления аппендицита, аппендикса. Многих и наших телезрителей, и читателей газеты Неева интересует вопрос, как после прохождения диспансеризации узнать ее результаты. Диспансеризация проходит следующим образом. Мы сделали такой пилотный проект, диспансеризация за 60 минут, на базе поликлиники номер 3. Человек туда приходит в любое время, в часы работы поликлиники. Проходит, сразу же заполняет согласие, анкету. Ему проводятся исследования, ЭКГ, рост, вес, ну все необходимые. Далее он сдает кровь. Единственное, что нужно сделать, это за 2 часа не есть. И даже если раньше кровь сдавалась до 10 утра, теперь он может спокойно прийти и в 5 вечера, так как у нас машина приезжает каждые 2 часа, забирает кровь и отправляет в круглосуточную лабораторию. После того, сразу вот к терапевту нет никакой нужды идти, потому что пока не будет анализов, пока не обработаются данные анкеты, никакого результата не будет. После того, как анализы будут готовы, все поступает к терапевту. И терапевт уже смотрит, интерпретирует и присваивает группу здоровья. Если все хорошо, должен человеку поступить звонок, и ему должно быть сказано, здравствуйте, вы прошли диспансеризацию, все хорошо, мы вас ждем. Но если есть какие-то изменения, он приглашается на второй этап диспансеризации, углубленный, и там уже, соответственно, все зависимости от патологии. Это будет либо УЗИ, либо КТ, какой-то узкий специалист, в зависимости, что выявилось. Это так называемый скрининг, диспансеризация. То есть здесь выявляются такие заболевания, которые влияют на ожидаемую продолжительность жизни и на инвалидность, такие как болезни системы кровообращения, онкология, болезни легких и сахарный диабет. Это скрининг. Вот, допустим, в том году порядком 70 человек было выявлено онкология, и при этом сразу же люди были отправлены к онкологу, и соответствующие уже были его маршрутизации, там, в диспансер, и принято лечение. Поэтому диспансеризация очень... А кто обзванивает пациентов? А если нет... Либо врач, либо фельдшер. Если нет обратного телефона, нет телефона для связи? Мы обязательно берем телефоны все, домашний, мобильный, родственников. Ну, в некоторых случаях приходится родственников брать. Обязательно должны звонить. Если кому-то не позвонили, соответственно, это наш дефект. Если знаете такие фамилии, пожалуйста, мне сообщите. Либо в голосе пациента мы свяжемся, ну, и отработаем это все. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с голосом пациента, да, телеграм-каналом? Есть ли положительные моменты? Я вижу, что вы там перестроили очень работу, да, систематизировали все это здорово. Стало все понятнее гораздо. Какие проблемы, может быть, удается решать? Удалось решить благодаря вот именно вот этому телеграм-каналу. Мы создали эту площадку, обсуждали и с нашим центральным аппаратом, и с представителями Росатома, и вообще мы командно это разбирали. Удалось ли помочь пациентам? Ну, с нашей позиции, да, удалось. Потому что очень многие обращаются не только в голос пациента, да, на все наши ресурсы, которые есть, в том числе ВКонтакте. Мы оттуда рассматриваем обращения, оцениваем их обоснованность и передаем на реализацию. Такую заботу о пациенте, о которой мы говорили на наших встречах. Что там не работает, да? Пока не работает вот волонтерство и благотворительность. Очень большая пассивность со стороны людей, которые могут. Пока не сильно получается исключить некорректные публикации вот на этой площадке. И очень просим, чтобы вот по делу в каждой рубрике есть конкретные задачи, которые мы обозначаем. Есть отдельная там прям рубрика правила общения в чате. Просим это соблюдать. Мы будем дальше развивать эту площадку с тем, чтобы вот интегрировать с другими платформами города, администрации города. Пока прорабатываем технические возможности. О лечении в стационаре. Не сократилось ли количество коек в городской больнице? Количество коек не сокращалось. Работа стала более эффективной. Больше пациентов мы стали через эти койки пропускать. Поэтому стационар работает более эффективно, чем ранее. Сколько на сегодняшний день коек? Ранее было 600. Если вы имеете в виду койки круглосуточного стационара для круглосуточного пребывания, то 603 койки. Если вы в целом хотите узнать койчный фонд, в том числе койки дневного стационара, там плюс еще 96 коек. Получили формулы расчетов, сколько должен лежать пациент по конкретному профилю в конкретном отделении с конкретным диагнозом. И расчеты введем, и тот фонд, который условно назовем, окажется избыточным, это не значит, что это будет сокращено. Нет, это будут открыты новые виды деятельности, будут перепрофилированы эти койки на новые направления. Так что мы расширим нашу деятельность. Ну, например, мы говорили о гириатрии, о реабилитации, второй этап и так далее. Актуальная тема – запись к врачу в поликлинике. Как быть пожилым людям, которые не имеют возможности записаться через госуслуги? В настоящий момент запись к терапевтам у нас максимум ограничена тремя днями. То есть все, кто не записались в этот день, либо дозвонились до конца автора, мы собираем данные и потом записываем сами и перезваниваем пациенту. А в какие дни запись вообще сейчас? И в какие дни, в какие часы? Запись ежедневно идет. Ежедневно? То есть не как было? В пятницу? Нет, вот от этого мы ушли. Ушли? Ежедневно со скольки до скольки? В часы работы поликлиники. То есть в любое время пациент может позвонить и записаться к терапевту, да? Если есть запись свободная, мы его сами записываем. Ну, я поняла, да. Да. Если на данный момент, когда он позвонил, записи нету, мы берем его контакты, как запись появляется. Он у нас первый в листе ожидания, мы его записываем и извещаем. На последнем прямом эфире, когда вы были у нас на телевидении, мы обсуждали вопрос, что вот-вот приедет в роддом новый врач. Приехал, все нормально. Рожаем дома в связи с проектом, что я понимаю, что вы защитили проект на радиусе доверия, да? И я родился в ФМБА по повышению рождаемости в Новоуральске, которая очень низкая у нас. Вот. Как там сейчас с кадрами работает или новый врач? Врач, да, пришел. Там не один врач пришел. Также трудоустроился у нас второй гинеколог, который в то же время является детским гинекологом, будет работать в поликлинике, где у нас отсутствует данный специалист. Сегодня у нас работал, я повторяю, главный внештатный специалист, акушер-гинеколог ФМБ России, Алексей Менш Федоров, очень известный специалист, который писал порядки для всей Российской Федерации, когда работал в Минздраве. Лично он прошелся по отделениям, перед поездкой суда на пресс-конференцию обсудили основные моменты, на что нужно обращать внимание, и он еще к нам вернется. Все реализуемо, помощь будет, качество помощи будет повышаться. То, что касается низкой рождаемости, мы этот вопрос тоже с ним обсудили по статистике. В прошлом году у нас было 300, округляю для лучшего восприятия, 320 абортов, из них 220 по желанию женщины. Это недопустимая история. Мы также обсудили механизмы, как будем работать с такой категорией пациентов. То есть вы поддерживаете инициативу, которая сейчас на федеральном уровне, о запрещении абортов по желанию? Ну да, понятно, это инициатива пока. Лично я мою позицию высказываю. Я хочу, чтобы дети рождались. И в продолжении темы записи пациенты не могут записаться к врачам первой поликлиники. В Центре промышленной медицины идет ремонт, и все врачи, которые участвуют в оказании помощи по заболеваемости, распределены по другим поликлиникам. Там только идет медосмотр. Если тоже такой случай у вас есть, не могут дозвониться, я в конце нашего мероприятия возьму контакты, мы с ними свяжемся и, конечно, запишем, окажем помощь в полном объеме. Пресс-конференции Центральной медико-санитарной части стали уже традиционными. Следующая состоится в новом 2024 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова